Добрый день, дорогие друзья, в сегодняшнем видеоролике я расскажу вам об Ольге Дроздовой, советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке России, декане театрального факультета Института современного искусства в Москве. Ольга родилась 1 апреля 1965 года в находке в семье капитана дальнего плавания, мать работала агрономом. Еще учась в школе будущая актриса, начала заниматься в драматическом кружке Дворца культуры моряков. Играла в спектаклях «Капитанская дочка» и «Ночь перед Рождеством». Когда на гастроли в находку приехал Хабаровский краевой драматический театр, Дроздова решила стать актрисой. Окончив школу с золотой медалью, Дроздова стала студенткой Дальневосточного института искусств, что во Владивостоке, но проучилась там недолго. Вскоре девушка решилась на отчаянный шаг, она отправилась в Свердловск, чтобы поступить в местный театральный вуз, талантливой абитуриентке повезло с первой попытки, однако и этого Дроздовой оказалось мало, ее манила столица. После второго курса Свердловского театрального института Ольга попыталась стать студенткой знаменитой Щуки, Щукинского театрального училища, однако не смогла впечатлить членов приемной комиссии, которые уговаривали девушку вернуться в Свердловск. Но Дроздова не привыкла сдаваться, вскоре ее приняли в театральное училище Щепкина, которое она окончила в 1989 году. Вчерашнюю выпускницу приглашали многие московские театры, но молодая актриса остановила свой выбор на современнике. Ольге сразу же поручили исполнять роль Маши в постановке «Трех сестер». Артистка была задействована во многих спектаклях современника, таких как «Три товарищи», «Бесы», «Вишневый сад» и другие. Если в театре актерский талант Дроздовой признали сразу, то путь к вершинам кинематографического Олимпа оказался тернист и долг. Ольга начала сниматься в кино еще в Свердловске. Ее дебютом стала эпизодическая роль Лиды в фильме «Лиха беда. Начало». В 1992 году Ольге Дроздовой достается главная роль в приключенческой мелодраме «Алиса и букинист», где главного мужского персонажа представляет ее будущий муж Дмитрий Певцов. В 1996 году будущие супруги вновь работают вместе, на этот раз на съемочной площадке сериала «Королева Марго». Ольга играет возлюбленную Генриха Наваррского, Шарлоту Досов. Любовь телезрителей Ольге принесли сериалы «Бандитский Петербург» и «Остановка по требованию», где она играла решительных, волевых женщин. От роли в «Бандитском Петербурге» актриса хотела сначала отказаться, полагая, что криминальные драмы — это совсем не ее жанна, но, почитав сценарий, поняла, что и здесь будет что играть, и не ошиблась. А для вживания в роль «Востановки по требованию» Ольга пришла на практику в настоящий офис одной крупной компании. В 2002-м Дроздова сыграла в фильме «Александр Пушкин», в 2004-м актриса воплотила образ утонченной легенды моды Кока Шанель в одноименном фильме, в 2006-м заметной стала роль в сериале «В круге первом». В 2013 году Ольга Дроздова вместе с мужем набрали в Институте современного искусства актерский курс и с тех пор преподают в нем. 8 мая 2021 года Ольга Дроздова ушла из театра «Современник», в котором прослужила 32 года, а также решила завершить съемки в кино. 56-летняя актриса сделала обдуманный выбор в пользу семьи. Ольга Дроздова вышла замуж, будучи еще студенткой театрального училища. Ее первым мужем стал выпускник школы-студии МХАТ, актер Александр Боровиков. Правда, брак вскоре распался, и вспоминать о нем актриса не любит. Второй муж Дмитрий Певцов, актер, народный артист России. Сын Елисей, родился в 2007 году. Ольга Дроздова удостоена приза за лучшую женскую роль, сериала «Остановка по требованию». Специальный приз на фестивале в польском городе Гдыни, фильм «Дочери счастья». Приз первого фестиваля детективных фильмов за лучшую женскую роль, сериал «Бандитский Петербург». Дорогие друзья, я благодарю вас за поддержку и внимание, за лайки и комментарии. Всем крепкого здоровья, удачи и оптимизма.